Всем привет! С вами Russian with Dasha. Не знаю, получится ли записать этот влог. Я сейчас в отпуске. Мы приехали в Спасо-Ефимовский монастырь в Суздале. Я уже поснимала видео, но влоги сделать не получилось, потому что я не историк, не экскурсовод. Хочется вам рассказывать о местах, которые мы посещаем, факты приводить, но мозг отключается. Вместо этого... Да, и сейчас мы услышим колокольный звон. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, ребята, вам понравился колокольный звон? Монастырь был построен как крепость, и эта крепость должна была защищать от врагов. В крепости находится 12 башен, приспособленных для боя и хранения боеприпасов, а общая протяженность стен составляет около 1400 метров. Нам сегодня повезло, здесь мало людей, но Суздаль в целом очень популярный город не только среди иностранных, но и среди русских туристов. Спасо-Ефимеев монастырь Спасо-Ефимеев монастырь – это старинная православная святыня, расположенная на границе города с на берегу речки Каменки. Мы подошли к Спасо-Преображенскому собору. Это православный храм, который был построен во второй четверти 16 века на месте сгоревшей деревянной церкви Спасо-Преображения. Стены собора расписывались в конце 17 века костромскими мастерами под руководством Гурия Никитина. Главная тема росписей, размещенных в четыре яруса на стенах собора – прославление Христа в его человеческом и божественном естестве. Большое место отведено притчам, в которых речь идет о милосердии и любви. Разведением и сбором целебных растений на Руси издавна занимались в монастырях. И уже в 11 веке монахи Киево-Печорского монастыря славились своим врачебным искусством. И для целенаправленного выращивания лекарственных трав в 16 веке Иваном Грозным открывается аптекарская палата. По всей России создаются аптекарские огороды, то есть сады, в которых выращивали целебные растения. Мы решили прогуляться по стенам крепости Спаса Ефимеева монастыря. Их построили в 17 веке. Вот такие узкие окна, узкие отверстия, чтобы обороняться в случае набегов, в случае попыток захвата крепости. Поскольку в Суздале так много старых церквей, храмов и монастырей, здесь часто проходят съёмки исторических фильмов. Например, Андрей Тарковский снял здесь, Андрея Рублёва, а Павел Лунгин снимал здесь фильм «Царь». На территории монастыря есть не только аптекарский огород, но и пасека. Вы сейчас видите пчелиные улии. Кстати, о пчёлах я рассказала в видео, которое сняла на нашей даче у папы моего мужа собственная пасека. И если вас интересует жизнь пчёл, переходите по ссылке в углу экрана. Это удивительное создание. Мы идём смотреть русские иконы 18-го, начала 20-го века, а также книжные сокровища шести столетий. Мы зашли в золотую кладовую. Смотрите, здесь височные кольца. Дизайн очень напоминает дизайн современных ювелиров. Но эти кольца были сделаны в 11-м и 12-м веках. Смотрите, оклад иконы из серебра с драгоценными камнями, стеклом и жемчугом. 16-й век. А вот сама икона. Нагрудная икона 15-го века. Вот, смотрите, они вот такие маленькие. Сереги 16-го и 17-го веков. Вам какие нравятся? Мне вот эти. Смотрите, какая икона. В каком шикарном окладе. Сейчас экскурсовод сказала, что на создание этого оклада ушло 5 килограммов серебра и 800 граммов золота. И здесь в создании использовались разные техники. Поэтому это считается очень ценным экспонатом. Больше всего меня впечатлила экспозиция книга 6-ти столетий. В первом зале находятся древние рукописи, записи церковных песнопений, памятники публицистики и права. Апостол Москва, 1564 год. Первая русская датированная печатная книга. Смотрите, как выглядела книга по грамматике в 17-м веке. Это учебник, заложивший основы современной грамматической терминологии славянских языков. Именительный, родительный, дательный. Синопсис Киев, 1674 год. Краткий очерк русской истории. Первое изложение истории Украины. Капитал. Карл Маркс. Даже такое есть. Сочинение Льва Толстого. В 30-х годах прошлого века монастырь был политической тюрьмой, где в заточении оказались верующие и атеисты, и ученые с мировым именем, и простые крестьяне, коммунисты и их идейные противники. Очень грустно и страшно. Смотрите, что мы нашли. Здесь инсталляция «Воздух полон потерянных звуков». Это стихи Тонино Гуэра, которые были переведены на русский язык. И эти стихи он сочинил в концлагере под Кёльном, когда ему захотелось что-то сделать для сокамерников, для тех, кто был в камере вместе с ним. И первые стихи были о том, как его мама готовит лапшу. И здесь написано, что несколько его друзей потом попросили добавки на бис. То есть можно попросить добавки ещё одну тарелку супа, ещё одну тарелку лапши, а его друзья попросили добавки в виде стихов. Мне кажется, что поэзия и проза, написанные в стихах концлагеря или в тюремном заключении, всё же помогают человеку не забыть о том, что есть свобода и что находится по ту сторону решётки. И именно так многие люди помогали другим не сломаться, помогали другим верить в то, что всё ещё будет хорошо. Давайте я сейчас... Вот, смотрите, я выбрала стихотворение «Кот на абрикосовом дереве». Он был сумасшедшим, но не сошедшим с ума в пустоту, а вошедшим в иное, себя приравнявшим к коту, ни с не зашедшему к нам, но в зашедшему на абрикосовое дерево, где его видели мимошедшие люди, и заставала луна. В той деревне моей, где вовек не водился злодей, его добрый отец был добрее всех добрых людей. Например, он рабел перед шкафом. Коль надо б на шкаф непременно закрыть, хоть и вовсе не надо б на, как это сделать? А вот как. Он шкаф обнимал, и затем, приседая, он коленями ящики внутрь задвигал. И всегда я, как и все, кто там жил, как и все, что поныне там живо, слышал, как он призывал сумасшедшего сына. «О, послушай отца и спускайся! Мой Джина, мой Джина!» Уже полночи сыра. Джина знал, что он кот. Я готов согласиться, пусть так. Но каков он, как кот? И при чем абрикос? Было в нем нечто, чего не бывает в нормальных котах. Среди нас был безумным, средь кошек прослыл полоумным. Хоть на их языке он стихи сочинял, когда был возбужден полнолунием. Если честно, трогать надо слез. И когда понимаешь, что именно здесь сидели заключенные, политические заключенные, возникает очень много эмоций. сейчас такие времена, когда действительно очень страшно говорить, как-то высовываться. И здорово, что есть такие проекты, которые, не знаю, дарят чистичку добра и частичку красоты. Итак, мы посетили Спаса Ефимеев мужской монастырь. Сейчас идем по центральной улице города, улице Ленина. Собираемся спуститься вниз к речке и посмотреть другие мужские и женские монастыри. Хочу обратить ваше внимание на архитектуру города. В центре много двухэтажных и трехэтажных домов с красивыми наличниками. Сейчас я вам их покажу. И в целом Суздаль очень чистый и зеленый город. Здесь действительно приятно гулять. Вчера, когда мы шли от автобусной остановки до нашего гостевого дома, я обратила внимание, что окраины города немного напоминают небольшие города Италии. Тоже много зелени, ухоженные, невысокие дома. И в целом не очень плотная застройка. Вот смотрите, какие наличники у этих окон. Как и в Плёсе, очень много симпатичных цветных домов. Я думаю, что это всё конец 19-го, начало 20-го века. Но надо посмотреть точно. Смотрите, это центральная площадь. И на ней, конечно же, стоит Ленин. Как и во многих других российских городах. Смотрите, какая красота. Хотим заглянуть внутрь. Идём в гости к Голубю. В общем, это Лазаревская церковь и Антипиевская церковь. Но, к сожалению, они закрыты. Может быть, на реставрации. Поэтому мы идём дальше. Хотим купить какой-нибудь лимонад, может быть, квас или слабоалкогольный напиток, который называется медовуха, и пойти покататься на кораблике. Рядом с торговыми рядами расположена крестая Никольская церковь. Во все церкви мы, конечно, заходить не будем. Вообще, если честно, мы уже насытились, посетив музейный комплекс. Всё, конечно, очень интересно, но после двух часов прогулки по музейному комплексу ощущается небольшая усталость, и хочется просто где-нибудь посидеть и отдохнуть. Смотрите, как тут классно. Пока гуляю по Суздалю, хочу задать вам такой вопрос. Как часто вы путешествуете по своей стране? Интересно, что когда мы были в Плёсе, катались на катере и спросили водителя, хозяина катера, бывал ли он в Суздале, бывал ли он в Костроме. Он сказал, что да, в Кострому он ездит работать, но в Суздале он никогда не был, хотя Суздаль находится всего в двух часах езды от Плёса. и сказал, ну как-то не было желания, не было интереса. И для меня это удивительно, потому что я очень люблю ездить в разные части России, в разные города. Даже по Ленобласти мы стараемся путешествовать как можно чаще. Когда у нас появляется свободное время, мы выезжаем в пригороды, ходим в местные музеи. И как вы думаете, почему некоторые люди не посещают такие жемчужины, такие прекрасные города, хотя живут совсем рядом? И мне также интересно, путешествуете ли вы по своей стране, и какие места в своей стране вы любите посещать и рекомендуете к посещению. Взяли муромский квас, это безалкогольный напиток, и какое-то огуречное мороженое. Сейчас будем пробовать. Продавец смешно сказала, огурцы пошли неожиданно, вот мы и сделали огуречное мороженое. Ну что, давай. Хороший тест. Да, пробуй. Ну как? Слушай, необычно. Ну вкусно. Мне вкус кажется немного странным. Это не фруктовый лёд, не огуречный лёд, а как будто смешано со сливками или молоком. И по вкусу кажется, что это замороженный айран с огурцами. Такой кисломолочный напиток. Главное, чтобы не было никаких последствий, и мы смогли спокойно покататься на лодке. В общем, мне огуречное мороженое не очень понравилось. Я его даже не смогла доесть. Но муромский квас это идеальный напиток в жару. Очень вкусный. Напоминает домашний квас моей бабушки, который я пила в Казахстане. Мы сейчас идём в сторону реки. Сейчас не очень жарко, но я даже не представляю, как туристы здесь гуляют в 30-ти градусную жару. Да, в Суздале много деревьев, но для нас это немного непривычно, потому что в Петербурге в последние дни было прохладно. Смотрите, здесь стоят кареты. С лошадками можно покататься. Поднялись на возвышенность, и отсюда открылся красивый вид на церкви, монастыри. А здесь можно взять на прокат лодку или катамаран. Смотрите, какая красивая деревянная церковь. Не попали мы сейчас на кораблик, пришли в Кремль. Взяли входной билет с посещением собора. На экспозиции мы уже не успеваем, к сожалению. Но в целом нас это не очень расстраивает, потому что мы немного устали от такой насыщенной программы. Теперь я понимаю, что в Плёсе можно было остаться только на одну ночь, а вот в Суздаль приехать на две ночи. Здесь очень интересно, очень красиво. Сейчас Суздальский Кремль это музейный комплекс. Его главное сооружение белокаменный собор Рождества Богородицы, построенный в 1225 году. Суздаль это уникальный город. На небольшой территории расположено пять монастырей, около 30 церквей, Кремль. В общем, более двухсот памятников архитектуры и истории. Одно из первых упоминаний о Суздале датировано 1024 годом. В летописи рассказывается о восстании, которое подняли волхвы в год сильного неурожая, а на его подавление прибыл князь Ярослав Мудрый. Есть и более раннее упоминание. В Новгородском кодексе говорится о неком монахе Исаакии, который был отправлен на служение в Суздаль в 999 году. В 12 веке город переживал расцвет. Юрий Долгорукий перенес сюда столицу из Ростова и сделал Суздаль центром удельного княжества. Для защиты города в 11 и 12 веках были возведены крепостные стены. До наших дней сохранились только земляные валы. В 14 веке Суздаль вошел в состав московского княжества. Именно тогда были основаны два самых известных суздальских монастыря Спаса-Эфимиев и Покровский женский монастырь. К сожалению, у нас не осталось времени и мы не успели попасть в женский монастырь, поэтому я решила, что мы обязательно вернемся в Суздаль и уже не на одну ночь, а минимум на две, чтобы спокойно погулять по городу и посмотреть все достопримечательности. 17 столетие было очень тяжелым для города. Во время смуты город был разграблен поляками, потом разорен крымскими татарами, потом мощный пожар уничтожил большую часть города и еще через 10 лет на Суздаль обрушилась эпидемия чумы, от которой погибла половина его жителей. К концу 18 века Суздаль стал уездным городом. Он оказался в стороне от железных дорог и торговых маршрутов, и можно сказать, что жизнь в городе замерла, и до наших дней город сохранился в границах, которые сформировались в 16 и 17 веках. Сейчас Суздаль жемчужина Золотого кольца. Каждый год его посещают десятки тысяч туристов. Здесь нет высоток и промышленных зданий, зато есть чистый воздух, обилие зелени и волшебная атмосфера старины. Нам здесь очень понравилось. Напишите, пожалуйста, хотите ли вы посетить Суздаль? Если вы хотите скачать транскрипции, переходите на Patreon. Благодарю своих патронов за поддержку. Увидимся в следующем видео. ПОДПИШИСЬ!